Пляжи Ну где-то примерно дней 10 назад И на сегодня уже он стоит 32-36 То есть БАД укрепляется Ну конечно оно как бы Хорошо для Таиланда Для нас конечно сами понимаете Чем слабее БАД тем для нас лучше Ну и об обстановке в стране расскажет Ольга Так об обстановке в стране Но у нас идет стабильное снижение случаев Потому как сегодня у нас 14 802 по стране Вчера было 14 666 То есть небольшой рост Но он несущественный И конечно это уже не 23 тысячи и не 20 тысяч То же самое наблюдается и в Ченбури Сегодня у нас 879 А вчера было 745 Вообще последние 4 дня было стабильное снижение И сегодня такой небольшой рост И также такая же тенденция сохраняется у нас в Бангламунге Идет реконструкция об Вичроуд Вот так что Вот под это дело Несмотря на то что количество случаев Еще не достигло того уровня Когда объявили лампдаун и все закрыли Это было 20 июля И в Ченбури на тот момент было 20 537 случаев А по стране немножко больше 11 тысяч Тем не менее решили потихоньку начинать открываться Да не потихоньку А наверное так бодро решили Ну да, пора готовиться к сезону Так, ну и что же у нас открылось Самое главное, что открылось Это пляжи открылись Вон уже видите зонтики стоят И бассейны Также открылись торговые центры Ну можно сказать Легче сказать, наверное, что не открылось Комендантский час остался Также Также с 9 вечера до 4 утра Поэтому круглосуточные магазины работают С 4 утра и до 9 вечера Торговые центры Все рестораны и все прочее, которое открылось Тоже работают до 8 часов На пляже можно находиться тоже до 8 часов вечера Но сидеть можно, купаться можно Но пить спиртные напитки нельзя Также нельзя собираться Более 25 человек До этого было Более 5 нельзя человек Ну и по ресторанам По ресторанам, значит Те, которые с кондиционером в помещении Под крышей Заполняемость должна быть 50% Те, которые на улице Уже можно 75% Чтобы Не толпился народ В такие заведения, как парикмахерские салоны красоты Массажные салоны Но массажные салоны только много Нужно предварительно записываться, чтобы приходить по времени Ну и следующая новость Такая новость, что поначалу хотели, чтобы рестораны, кафе, торговые центры посещали те Кто полностью вакцинирован или имеет справки о том, что он болел коронавирусом А также тесты имеет Ну, последний момент Отменили Ну, а как это будет выглядеть? А кто будет ходить? Нет, не отменили Еще пока неизвестно Ну, вроде как С сегодняшнего дня Можно идти в те же рестораны А никаких справок не надо Будут они Все это тестировать Смотреть И как у них что получится Ну, вообще, это, конечно, очень сложно Все Да Посмотрим Калан открылся Открылся для всех Да Калан открылся Ну, до этого была новость Никак не могли понять, что его открывать И раньше, если только вакцинированные То сейчас все Все, кто хочет Только с паспортом Ну, в принципе, об этом говорили Так Ну, дальше Следующая новость у нас Что там? Индия А, да Вот какая следующая новость Туристическое агентство Таиланда Просит правительство Разрешить индийцам въезд В песочнице В Таиланд В связи с тем, что Еще в апреле Был большой рост заболеваний Коронавирусом в Индии Индийским гражданам И тем, кто едет из Индии 4 на 100 Ланган Ага, да Девушка Раньше было 3 на 100 Сейчас везде 4 на 100 Возят Раньше было запрещено С апреля Индии было запрещено Да, индийцам и тем, кто проживает в Индии И через Индию было запрещено Заезжать в Таиланд Сейчас в связи с тем, что Обстановка в Индии улучшилась Идет вакцинация Вакцинировано, правда Полностью только 10% Тайские турагентства Просят, чтобы разрешили Въезд индийцам Так как они Занимали третье место По количеству Въезжающих в Таиланд Первое место Китайцы Но китайцам Правительство Их не разрешает Выезжать из страны Второе Малайзия С Малайзией пока не ясно И вот надежда на Индию Что может быть Хоть индийцы Приедут в песочницу Ну и немного Тут идет реконструкция Стой, говорят Так, стой или езжай Идет реконструкция Полным ходом В Окинг-стрит Так, все А мы проехали А тех посылают Куда-то подальше Ну и по поводу Песочницы В связи с тем Песочницы Пхукета Я имел ввиду В связи с тем, что Британия Внесла Таиланд Список С территории Таиланда Можно въезжать Гражданам Британии Только в карантин А тайцам запрещено Вообще То, естественно Британцы Не хотят ехать Уже в Таиланд В песочницы Американцы Тоже Хотят ехать В те направления Где нет карантинов И в связи с этим Туристические агентства Таиланда Уже просят Чтобы открыли Пхукет Для местного населения Для внутреннего туризма На данный момент На Пхукет Не видишь никак Хоть ты вакцинирован Хоть не вакцинирован Не имеет значения Все И просят они Чтобы открыли Для вакцинированных Туристов Или те Кто приедет С тестами Чтобы хоть как-то Поддержать Песочницу Чтобы она не развалилась Но Иностранцы Которые Въезжают В песочницу Пхукет Честно говоря Пилить на тот Пхукет За тысячу километров Да даже С того же Бангкока Надо быть вакцинированным И так далее Хочу заметить Что 73% На Пхукете Вакцинировано Въезжают Туристы Все вакцинированные Помимо этого Еще с тестами А количество Заболеваний Растет Уже 200 Случаев в день Уже хотят Делать Ревакцинацию То есть Создается впечатление Что какое-то колесо Называется оно Бесконечность Вечно вакцинироваться Что ли Так дело Как говорится Не пойдет Ну и Еще одна новость 7 направлений Что Уже страна Ясно Что открывается В середине Октября Как говорили Что идет Подготовка Что уже Открываются Все заведения Туристические И в связи с этим Будет Точнее Ну да Будет 7 направлений Которые в данный момент Разрабатываются Ну на данный момент Два уже есть Это Хукет И Самуи И еще 5 направлений Какие же это направления Это Крабин Провинция Апангна Тоже около Краби На юге Дальше Паттайя Радостное событие Что и Паттайя включена Хуахин И Чангмай Ну Все они конечно Будут работать По принципу Песочницы Пхукета И Вот Какие Маленькие Уточнения Например В Чангмай Въехал В Чангмай Придется Один денек Посидеть В своем номере Пока не будут Видимо готовые Тесты По приезду А потом Поедешь По утвержденным Направлениям Но опять же С гидом В Хуахине Будет Какая-то Типа Площадь Специально Выделенная В размере 86 километров Вокруг города Ну Видимо По каким-то Направлениям То есть Туристы Могут Те которые Въедут Ездить Вот по этим Направлениям Ну И во всех Песочницах Пробыв 14 дней Естественно Можно будет Ехать куда Хочешь По Паттайе Ну в принципе Уже как-то Было Я говорил Что будут Специальные Направления Специальные Гиды Ну думаю Что К середине Октября Они что-то Разработают Ну судя По тому Как они горят Желанием Открыться То явно Они откроются Ну конечно Не так Как это было В те Далекие Хорошие годы Когда Приехал И иди куда Хочешь Нет В этом году В этом сезоне Так конечно Не будет Но будем Надеяться Что в следующем Сезоне Может быть Это так Уже будет Потому что Вечно продолжаться Конечно Так оно Не может Ну и Конечно Есть такие Комментарии Некоторые Что вот Таиланд Что-то тянет Что-то тянет Давно бы Открылись Давно бы Денег заработали Он кивает На какую-нибудь Турцию А я скажу так А может быть Они правильно делают Ведь не все Упирается в деньги А все-таки Важнее И главнее Всего Жизнь человека И сколько За этот Локдаун Который Закрывал Тут Таиланд Все Открывал Закрывал Сохранено Жизни Ведь Таиланде Не такое Большое Количество Смертей Как в Некоторых Странах А это Самое Главное Да В этом году Мы вот ради Интереса Посчитали А сколько Раз Закрывали Нам бассейны И море Три раза Не поверите Три раза Первый раз Месяц Потом Больше Месяца Еще больше Месяца Итого В общей сложности Наверное На сегодняшний день Пять месяцев Были закрыты Примерно Я скажу так Около пяти месяцев Все было закрыто Море И пляж Прошло У нас Сколько Так Восемь месяцев То есть Три было открыто Вот такие дела То есть Мы надеемся Конечно Что Все равно Когда-то Это все Закончится Единственное Конечно Непонятно Что с этими Вакцинами Ревакцинироваться Если даже Придется Вакцинироваться Ревакцинироваться Я уж точно Не намерен Потому что Как я понимаю Чем больше Будешь вакцинироваться Тем хуже У тебя будет Иммунитет И может Наступить Такой момент Что Вакцину Придется колоть Постоянно Ну Будем надеяться Что Когда-то Как и грипп Который Говорят все Примерно То же Самое Хотя Не то же Самое Наверное Все-таки Когда-то Это Закончится Ну Еще Одна Новость В связи С тем Что Идет Строительство И разработка Единого Экономического Коридора В процессе Создания Этого Коридора Будет 400 тысяч Новых Рабочих Мест На данный Момент Уже Есть Почти 32 тысячи Рабочих Мест Так что Как бы Процесс Идет Радует То что Что-то Движется Ну да Радует То что Движется Что С одной стороны У тайцев Будет Работа И можно Пойти Работать С другой С другой С другой С другой С другой Все Рано Рано Или Поздно Кто-то Поедет Да Конечно Вот Что касается Еще Хотелось бы Сказать Спутника Удивила Вообще Реакция На спутник И В принципе Я поняла Почему Потому что Центральное телевидение Российское Заявляет Что Таиланд Открывается Для российских Туристов Но С одной Маленькой С одним Маленьким Нюансом Что Они не говорят Условия Въезда Поэтому У людей Складывается Впечатление Что Вот Как Раньше Взял Билеты И поехал Почему Потому что Недавно Мне позвонила Приятельница Сказала Все Я еду Лечу На Москву Потом Еду В Таиланд Приезжаю На осенние Каникулы Ну Пришлось Конечно В октябре Да Пришлось Притормозить Человека Потому что Ну Деньги Выкинуты Были бы На Билеты И дальше Вообще Что Поэтому Когда Приняли Спутник Спутник Поставили В ряд С другими Вакцинами Для того Чтобы Можно Было Въехать В Песочницу Или Самуи Или В Пукете Ну Или В карантин Добро Пожаловать Поэтому Тут Вот Все Так Неоднозначно Еще Что Хочу Сказать Что В принципе Честно Говоря Ну Вот Поставьте Себя На место Пришел К вам Кто-то В дом И Начинает Командовать Что Вот Здесь У тебя Не так Вот Здесь Не так А вот Это Вообще Выброси И Вообще Ты Живешь Неправильно Что Бо Вы Сделали С Таким Человек Ну Наверное Послали Б Далеко И Надолго Тайцы У себя Дома И Что Они Тут Хотят То Делают Что Рулят И Не Надо Им Рассказывать Что Им Нужно Было Бы Сделать Если Бы Да Бы Да Бы Мешает Вот Это Как-то Очень Удивляет В народе Что Начинаются Какие-то Советы Оценочные Суждения В принципе Мы Живем Здесь И Мы Принимаем Ситуацию Такой Как Она Какая Она Есть А не Так Что Вот Это Нужно Сделать Так А Это Вот Это Тогда Жить Становится Веселее Веселее Ну Да Но Сложнее В другом Месте А Так В принципе Живешь И нормально Ну Закрыли И закрыли Ну Открыли И открыли И хорошо Поэтому К таким вещам Нужно Наверное Все Таки Как-то С уважением Относиться И Вопрос Где Вообще Брать Всю Эту Информацию Проехали Обменник Принимают Доллар 32.17 Где Брать Информацию Ну Вы знаете Едем По Видите Уже Стоят Все Нормально Грибки Стоят Морезония Отличная Вот Вообще Нужно Наверное Все Таки Начинать Я всегда Говорю С официальных Источников Еду Раздавать О Еду Раздают Народу Народу Море Но Обратите Внимание Что Вот Еду Раздают В очереди Стоят Абсолютно Все И Мотосайи И макашницы И фарангов Я вижу И тем Кто Нужно И тем Кто Просто Решил Встать Еду Раздавать Это Не Зазорно Здесь Получат Свою порцию Пойдут Дальше Солидная Очередь Солидная Вот Поэтому Возвращаюсь Я к своей Мысли Где Искать Информацию Первое Место Это Все Таки Я считаю Посольство Сайт Тайского Посольства Посольства Таиланда В Москве Потому Что Там Расписано Все Пошагово Если У вас Такой Случай Раз Тыркните Сюда Если Такой Случай Нажмите Сюда Потому Что Откуда Берут Информацию Наши Уважаемые Блохеры Перепечатывают Оттуда Это Вот Сто Процент Или Друг у друга Сдувает И Получается Что Одна Пропустила Это Другой Пропустил Тру А Третий Посчитал Что Это Вообще Информация Ненужная А Она Вам Какая ответственность В инстаграме Поэтому Начинайте Все Таки С официальных Источников Вот Мне очень Людмила Понравилась С самого Синего моря Она Никого Не спрашивает Она Зашла Посмотрела Прикинула Свои возможности Написала Нет Я Конечно Очень Люблю Таиланд Но Пока Я Не Поеду Я Буду Отдыхать В других Местах Молодец Умничка А Это Вот Расскажите Что И как Никто Не Знает Какой У вас Случай По Какой Визе Вы Будете Заезжать И Второй Источник Информации Это Все Общаться С теми Людьми Которые Уже Это Сделали Есть Масса Вариантов На Фейсбуке Но Тоже Подходите К этому Очень Так Внимательно Внимательно Да Не Надо Подряд Все Принимать На Слово А Когда Человек Пишет Я Объехал Я Сделал Вот То 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 Я Оформил Страховку Там То Не Она Обошлась Так И Можно Конечно И Задать Вопросы Люди Обычно Всегда Отвечают А Это Вот От Балды От Фонаря Я Вот Этого Вот Таких Серьезных Вопросов Я Просто Не Понимаю Можно Написать Рассказать О какой-то Достопримечательности Народу Прилечено А Вот Это Вот Все Такие Серьезные Вопросы Связанные С финансами Связанные С Съездом Конечно Нужно Начинать С официальных Источников Да Джамтьен Радует Да Все Стоит И Моречко Сегодня Отличное Море Ровное Но Это Солнышко Ну Сентябрь Сентябрь Месяц Дождей Они Лупить Будут Сейчас Иначе Вообще Каждую Ночью Дожди Идут Очень Тепло Правда Сегодня Первый Раз Тепло Тепло А Утром 25 Для Нас Тоже Холодно Днем Конечно 30 Сейчас 30 Градусов Что тут Думали Так Что Вот Таиланд Уже Мотоциклы Бананы Спустили На Воду Вон На Катерах Катаются Таиланд Ждет Туристов Приезжайте Другие Страны Я скажу Прямо Как Не Крути То Рассказывали О Какой Танзании Куда Это Все Испарились Танзанийцы И все Прочее Как То Похладели Сейчас Не Пишут Про Танзанию Как Не Крути Земля Круглая Все Покрутится Покрутится И Обратно Все Вернется И Как Кто Кто Не Писал В Комментариях Что Патаяния Такая Да Такая Жанна Все Такое Же Люди Те Же Море Тоже Солнце Тоже Так Что Просто Кому То Надо Подождать А у Кого Есть Возможность Конечно Надо Ехать И Не Верю Что Таиланд Можно Заменить Какой То Другой Страной Если Ты Любишь Таиланд Да Временно Да А Навсегда Так Что До Новых Встреч Вон Народ Что Собирает Тут Буйки Все Всем Терпения Всем Добра Здоровья Всего Доброго